Сегодня 12 марта. 12 марта 1852 года возобновились занятия в первом городском мужском приходском училище Самары. Учеба в нем была прекращена летом 1850-го из-за пожара, в котором сгорело все имущество. На деньги городского общества под училище было снято новое здание – каменный дом Мещанина-Чайникова. Сегодня это старейшее учебное заведение Самары, средняя школа номер 12. Она носит имя Героя Советского Союза Федора Матвеевича Сафонова. Работники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России отмечают сегодня свой профессиональный праздник. 12 марта 1879 года император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказания в нашей стране. Но на самом деле система наказаний в русском государстве за воровство, убийство, кражу и ложный донос начала действовать намного раньше, еще в X-XV веках. Особенно суровые меры применялись к ворам. А 12 марта 1839 года на премьере балета Жанна Шницхофера-Сильфида прославленная итальянская балерина Мария Тальони впервые вышла на сцену Королевской академии музыки и танцев Парижа в балетной пачке. Сейчас иначе трудно представить себе классический балет. А тогда такой сценический костюм стал событием номер один в театральном мире. Пачка была изготовлена по рисункам известного французского художника и модельера Эжена Лами. Точная дата неизвестна, но согласно одному из источников, 12 марта 1858 года родился Иван Львович Блок, 13-й самарский губернатор, дядя известного русского поэта Александра Блока. Совершенно точно сегодня поздравление с днем рождения принимает Николай Альфредович Ренц, депутат Самарской губернской думы, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России. А еще в 12-й день календарной весны родились русский художник, теоретик, архитектура и педагог Василий Баженов, естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель Владимир Вернацкий, легендарный танцовщик балета Вацлав Нижинский, грузинский российский оперный певец-тенор Зураб Саткелава, советский режиссер и сценарист Борис Дуров, известный драматург, писатель-сатирик Григорий Горин, американская певица и актриса Лайза Миннелли, популярная эстрадная певица Ирина Понаровская, актеры театра и кино Татьяна Лютаева, Наталья Антонова и Сергей Селин, а также известный хореограф, актер Егор Дружинин, певец, телеведущий Алексей Чумаков и многие другие знаменитости. Если встретите сегодня Макара, Михаила, Петра, Сергея, Степана, Тимофея, Юлиана и Якова, не забудьте поздравить их с именинами. Сегодня в народном календаре день Прокопа Перезимнего или Дорогорушителя. Когда-то об этом дне на Руси говорили так – Прокопу вяз в сугроб или на Прокопе снег лежал-лежал, а потом в речку убежал. Поэтому прежде чем выехать со двора, слушали дорогу – надежно ли. Также прислушивались к капеле. Если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться. Зато при хорошей капеле можно было собираться в лес, охотиться на зайцев. У охотников, кстати, были свои приметы. Если заяц перебежит дорогу – это к неудаче. А если то же самое сделает собака – беды не будет. Ну и большого успеха тоже. Крестьяне в этот день наблюдали за вербой. Если ее почки распускаются с макушки, то начинать сеть лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушится, не спешит, то хорошим будет второй посев. Ждали подснежников. Как только они появлялись, это означало, что пора начинать пахоту. Таким был в истории 12-й день марта. Всем хорошего весеннего настроения и творческого вдохновения! Субтитры создавал DimaTorzok